И снова здравствуйте, и снова доброе утро. Вот бывают моменты, когда действительно пересыхает в горле. Знаете почему? Потому что на диване у нас сидят, вот можно сказать, супер гости. Одного из них зовут Марвел, второй с Марса, правда не Бруно, а Луис. Ребята из Black Kings, доброе утро, здравствуйте, как у вас дела? Хорошо, как-то. Хорошо, замечательно. Вот скажите, пожалуйста, вот вы у нас очень продуктивны, не только в плане наличия работы, потому что вас можно увидеть на различных мероприятиях, ну и в плане создания каких-то новых песен. Новая песня сейчас «Смарксадебеку», песня называет «Давай танцуй», это сожигательная песня для «Танцюай», молодой человек, наверное, старый, тоже, все люди будут понравиться, потому что это текст хороший, ну просто танцевать типа «Байляндо», но это «Татинамеркинская» песня хорошая. Она танцевальная, больше, сейчас. Да, северная, 100%. Ну, я видел, как под ваше творчество зажигают и молодые, и зажигают старшие, поэтому вот этот факт радуется, то, что вы никогда не стоите на месте, есть репертуар, но этот репертуар постоянно обновляется, обновляется, и, если я не ошибаюсь, сегодня тоже песню новую вы подготовили для эфира, правильно? Да. Песня на этот раз, я надеюсь, мелодичная, потому что все-таки осень, пора романтики, пора вот мечтаний о чем-то воздушном, чем-то прекрасном, возвышенном. Песня про любовь или нет? Про любовь. Километры. Километры. Песня про километры. Километры — это именно она. Ты очень далеко, но я тебя люблю. Любовь на расстоянии, вот такая вот романтичная тема, понимаешь? Это хоть и на иностранном языке было сказано, но я поняла, чисто по-женски. Хорошо. Я бы хотела все-таки послушать. То есть сразу вот? Да, вот так, пожалуйста. Нет, вот последний вопрос, после чего мы вас действительно отпустим. Скажите, пожалуйста, когда альбом? Когда альбом? Ну, альбом скоро будет, сейчас мы заработали на альбом. Последняя песня, которую мы закончили, был это с Макса Альбеков, но потом мы уже, мы уже хотели сделать три песни уже. Сайбек, еще песня Джонни, Джонни, который Гудума. Я бы очень популярный. Джонни — это той же песня, он хочет сделать. С Байастаном тоже. С Байастаном, это уже рэп будет, верно? Круто. Нет, ну, это половина-половина. У нас стильный, у нас стильный, но все это круто. Это все будет на двух разных языках или на одном? На двух разных языках, серьезно, круто, мы все в ожидании. Ага, вот если взять... Он попробует быть на кыргыз. Ну, послушай. На, даже. Хорошо, ну вот наконец-то сбудется мечта миллионов кыргызстанцев, то, что хоть один из Марсов, ну, если не Бронна, то Луис поет на кыргызском все-таки. Скажите, пожалуйста, вот все-таки латиноамериканские мотивы, они вот присутствуют в каждой песне. Вы думали, вот кардинально изменить мотивы? То есть отойти от, вот, знаете, как я уже говорил... Стандартного? Ну, это нестандартно, это красиво, безусловно, это очень мелодично, но все же вот попробовать себя, допустим, в электронной музыке, вот прям в современной электронной музыке, или попробовать, например, в традиционной кыргызской музыке, там, я не знаю, с Гульнурса Тулгановой спеть песню, там, джар-джар начать исполнять. Вот что-нибудь такое кардинально отличающееся от вашего стиля? Я не говорю, что вы одинаковые, этого я не говорил. Я говорю, что есть определенный стиль, которого вы придерживаетесь в любой композиции. А вот вы не думали от этого стиля, вот, ну, ненадолго, допустим, в качестве эксперимента отказаться вообще, и вот что-то вот совсем отличающееся, то, что непривычно? Это не то, знаете, это, просто мы придумаем, да, он, он, примерно, спад, в 5 утра он, да-да-да-да-да, и сразу там записать, и все. Но это никакое, знаете, будет гитон, никакое, знаете, это, какое сильно, это просто, это... Ну, это творчество, я понимаю, да, это рождается, и как оно родится, так, в принципе, и получается. Ну, если говорить о смене, то, я думаю, для них хорошая смена того образа и вообще стиля, это для начала то, что они собираются спеть еще на кыргызском языке. По-моему, это замечательное начало того, чтобы... Вот ты пела на кыргызском языке? Я пела на кыргызском языке. А я не пела на кыргызском языке. Можно говорить, что в музыкальном плане Black Kings уже на два шага впереди, урмат Асамбеков. К сожалению, а может быть, к счастью, кто знает. К счастью для кыргызстанцев, потому что, если не дай бог, ну, я думаю, что мало-то этого обрадуется. Все-таки сейчас мы вас отправим на ваши почетные места, мы знаем, что всегда вы пойте вживую, и, вы знаете, живое исполнение, оно всегда хорошо, но с утра, мне кажется, оно вот зайдет для всех наших телезрителей с удвоенной силой, поэтому, ребят, можете присаживаться, а мы сейчас вас красиво представим. Песня «Километра», песня про любовь, про любовь на расстоянии. Очень сильно про любовь. Отлично, ну что ж, вот-вот, заинтриговали, заинтриговали. Марвел, Марс, присаживайтесь, проходите. Дамы и господа, очень про любовь сказали нам, поэтому продолжай, представляй. Конечно, конечно, говорят, что расстояние — это не преграда для любви. Мне кажется, что расстояние от нашей студии до ваших квартир, до ваших офисов — это ни в коем случае не преграда для того, чтобы... От ваших сердец. Ни в коем случае не преграда для того, чтобы полюбить группу Black Kings. Если вы этого не сделали до этого момента, то самое время осуществить это прямо сейчас и здесь, в прямом эфире на телеканале НТС. Внимательно слушаем и наслаждаемся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok